Сегодня в Снежинском отделении Сбербанка новоселье. Мы поздравляем всех клиентов этого банка. Очень рада вас всех видеть. Такой торжественный момент. Право разрезать красную ленточку. Мы предоставляем Леониду Григорьевичу Никифорову, председателю Челябинского банка Сбербанка России, нашему начальнику. И от их имени администрации Владимиру Викторовичу Клименко, заместителю. Это вам. Это мне. Уважаемые гости, еще раз благодарю вас за то, что вы нашли время, оказали нам честь своим присутствием на торжественном открытии нового офиса Снежинского Сбербанка. Сегодня на нашем празднике присутствует начальник главного управления Центробанка России по Челябинской области Черкова Вера Федоровна и Леонид Григорьевич Никифоров, председатель Челябинского банка Сбербанка России. Без малого четыре года прошло с того времени, когда началась реконструкция выделенного нам помещения бывшей казармы военных строителей. За то время неоднократно и, как правило, не в лучшую сторону изменялась экономическая ситуация в стране. Но мы прекрасно сознавали, что любое созидание во все времена было делом далеко не легким. Мы видели благородную цель – создание хороших условий для достойного обслуживания наших клиентов и вкладчиков. Особо хочется поблагодарить за внимание и поддержку и помощь в преодолении трудностей администрацию и руководство Челябинского банка во главе с Леонидом Григорьевичем. Перечисление всех организаций и предприятий, без которых невозможен был бы сегодняшний праздник, заняло бы очень много времени. Всем, всем, всем огромное спасибо. Желаю всем присутствующим крепкого здоровья, стабильности, процветания. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет приятным и плодотворным. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Здесь у нас будут располагаться службы, кредитная, руководство, бухгалтерия, ценные бумаги, валюта. То есть вот те инспектора и экономисты, которые непосредственно занимаются привлечением и размещением средств. А это кабинет управляющий. Уверена, что в таком кабинете плохих решений не бывает. Только хорошие, самые лучшие, всем приятные и... И под низкие проценты. И под низкие проценты. У нас очень много бывает различных мероприятий и с клиентами, и с нашими работниками, и каких-то праздничных мероприятий. Мы надеемся его использовать во всех этих функциях, да. Он, например, зал к этому как бы и располагает. Сотрудникам Сбербанка зачастую приходится работать допоздна, поэтому в помещении банка предусмотрено столовое. Чашки. Поэтому мы предусмотрели помещение, которое, не снижая уровня всех остальных, тоже могло бы доставить удовольствие от чая. Вот единственное помещение здесь. Нет, в принципе. То есть столики здесь будут? Столики здесь будут, да. Тут и покушать, да. А то какие работы, вообще говоря, бывают в банке? В периоды годового отчета мы работаем до трех часов ночи. Технологическая – это та часть банка, в которую закрыт доступ всем, кроме соответствующих людей и служб. А это дебаркадр, место для разгрузки специального транспорта. Ну, это святая святых, хранилище. Да, причем самым последним, очень строгим, которые за четыре года все более и более ужесточались. Но мы все равно смогли довести нашу стройку до требований последних инструкций. А алчных людей просят не волноваться, да? Нет, то есть абсолютно. Мы находимся в кассовой кабине, оборудованной всеми современными средствами защиты. Значит, денежки вот так будут у нас с вами. Давайте попробуем. Давайте. Какую-нибудь купюрку. Купюрку? Жалкую. Мы ее обратно... Мы обратно... Мы обратно ее... Вот эта девушка вам вот сюда сложила вашу сдачу. Раз. А если она неправильно положила, то обратно вернуть сможете? Конечно. И все для вас. Информация у нас будет... Значит, мы планируем вот сюда повесить световые табло, что здесь вот юридические лица. И вот эти штучки мы их не собрали. Шерпа она называется. То есть такая подставочка для файлов. Она прямо стоит на барьере, и там все-все написано. Пришел совершенно малограмотный кассир. Ему говорят, объявление на взнос наличными на страничке номер 3. Он полистал, открыл и сел правильно за полом. И все остальное. И еще у нас будут рекламные тумбы. Ну, мы их заказали, просто они пока еще не готовы за Нового года. Курсы валюты все больше. Да, да, да. Мы приглашаем всех наших старых клиентов на обслуживание приходить. Значит, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а новых открывать счета. Я уверена, вам понравится в нашем новом банке. Это у нас не первый банк в этом году, а вернее, он сдан в прошлом году. У нас целый ряд других банков было. И у нас всегда стараемся, наш руководитель старается, чтобы следующий банк был лучше предыдущего. Поэтому сегодня, наверное, вот здесь прошли все присутствующие, посмотрели. Получилось даже очень неплохо, хорошо. Это сложно сделать, допустим, в городах более мелких. Легче, конечно, сделать в Челябинске. Все это нужно было не просто делать, но достать этот материал. И, конечно, здесь очень вложена душа управляющего отделением. Много сделано ее сотрудниками. Хочется большое сказать. Но самое главное, мы банк делаем не просто для банка, а для того, чтобы мы могли удовлетворить все потребности наших клиентов, хорошо обслужить. И сегодня вот в той обстановке, в тех условиях, которые сегодня в этом банке есть, в сравнении с тем, который существовал, безусловно, я считаю, что условия близки к идеальным. И все возможности для наших сотрудников сделать, чтобы обслуживание клиентов было на высоком качестве и чтобы приходили не только обслужить, но в коей-то мере отдохнуть душой. Ну и мы ждем новых клиентов. Я, естественно, разделяю радость горожан Снежинска по поводу того, что в самом начале года открывается замечательное помещение именно для населения города. Поскольку все равно, как бы мы ни говорили, сберегательный банк – это банк, который обслуживает население. И в первую очередь для его удобства эти помещения выстроены. Поэтому, я думаю, мы, как представители банковской системы области, этому радуемся. И, естественно, мы рады за население города Снежинска. За то, что все-таки, несмотря на сложную экономическую ситуацию, тем не менее город живет. И если он строится, если он реконструируется, это подает большую надежду на то, что будущее будет хорошее, в том числе у гаража. Юрий Иванович, вы клиент Сбербанка. Вы сегодня, я думаю, разделяете радость этого события. Очень хочется разделить, потому что тот труд, который был вложен Татьяной Анатольевной, он тут несоизмерим. И сейчас, увидев это помещение, сейчас будет соответствовать, я так понимаю, внутренние качества сотрудников и внешнему помещению, где они будут работать. То есть будет соответствие места труда, ну и соответственно тех людей, кто будет осуществлять ту работу, которая будет работать на благо всем жителям города Снежинска, ну и казначейству федерального. Вы как клиент довольны вот такими вот? Ну, все проблемы, которые у нас возникают, мы, в принципе, с Татьяной Анатольевной и с ее сотрудниками решаем в оперативном порядке. Поэтому работаем с ней по системе клиент-банк, очень удобная система. Поэтому я считаю, что структура нормальная, живая. И нарекания даже в области, по нашему городу, они сказали, Сбербанк, если вот по другим городам, есть какие-то моменты, то есть слабые, так сказать, структуры. То по городу Снежинску одни только положительные отзывы. Поэтому всех благ, успехов, ну и платформной работы с нами, со всеми. Итак, с новосельем. Новый офис Сбербанка гостеприимно распахнет свои двери перед клиентами на следующей неделе.